Детские сады детям. Так называется программа развития доступности дошкольного образования. До 2016 года местами в детских садах должны быть обеспечены все дошколята в России. Потому и новые здания для них строят по всей стране. Как программу выполняют в Заполярье, проверяла заместитель председателя комитета по образованию, депутат Государственной Думы Алена Харшинова. Вячеслав Тарыкин – отец троих детей. Старшие дочери уже из дошкольного возраста вышли. А младшая только-только собирается в детский сад. Администрация Североморска предложила многодетному отцу отправить ее в новое учреждение с вкусным названием «Морожка». Большое спасибо нашей администрации, что не забыли про многодетного отца, в котором трое. Три девочки. Три прекрасных девочки. Детский сад «Морожка» в Североморске открылся 4 марта. Два дня назад в него впервые вошли дети. А руководство дошкольного учреждения уже думает, как бы разнообразить быт своих воспитанников. В данный момент новый детский сад. Мы, конечно, планируем в планах разрабатывать различные программы свои, инновационные. Сейчас мы набрали молодой коллектив. Люди очень интересующие, знающие. Рассчитано здание на 140 юных североморцев от 3 до 7 лет. Помимо современных пищеблока, спален и игровых комнат, есть здесь даже компьютерный класс. Детей с раннего возраста учат грамотно использовать высокие технологии. Здорово. Поэтому неудивительно, что когда дети приходят в школу, с нашими гаджетами родительскими уже общаются, как само собой разумеется. Лучше, чем родители. Активное строительство детских садов в Североморске началось не случайно. В Заполярье этот город, пожалуй, испытывает самые большие проблемы с дошкольными учреждениями. Мест на всех желающих просто не хватает. Решить проблему пытались, привлекая к уходу за детьми без места в садике молодых неработающих мам. Хотелось бы еще и активности тех же молодых мам. В части этой встречи было предложение о том, что женщины некоторые готовы присмотровать уход, организовать на собственных квартирах. И мы предлагали, это же такие у Министерства образования документы. Есть целый пакет документов разработан, где такая мама может заняться этим видом услуги. Но, к сожалению, мы ни одного такого опыта здесь не получили. В 2013 году Мурманская область приняла участие в федеральном проекте «Детские сады детям». На выделенные деньги в муниципалитетах с самыми крупными очередями началось строительство. Продолжится оно и в этом году. Согласно указу президента, очередность дошкольные образовательные учреждения должна быть устранена уже к 2016 году. За два с половиной года, во-первых, за 2013-2014 год Мурманская область получила более 612 миллионов рублей. То есть это большое подспорье для реализации этого проекта. Ну и, кроме того, в ближайшее время Мурманская область ожидает в порядке 60 миллионов рублей. Это на 2015 год. Сегодня в Мурманской области место в детских садах ждут 250 детей. 180 из них в Зато, Североморск. И это при том, что некоторые учреждения переполнены. Актуальную очередь ликвидировать поможет еще один строящийся детский сад, рассчитанный на 220 ребят. Однако, чтобы избавить от переполнения другие, его не хватит. Ведь всего для комфортного размещения юных североморцев в дошкольных учреждениях нужны дополнительные полторы тысячи мест.